Сегодня расскажу, как делать планировки в маленьких однокомнатных квартирах для сдачи в аренду. А в этом мне поможет наш искусственный интеллект. Привет, кожаные! Всем привет! Сегодня я рассматриваю однокомнатную квартиру в Екатерининском парке, город Екатеринбург. Это однокомнатная квартира, которая предназначается для сдачи в аренду для молодых девушек. Почему именно для молодых девушек? Потому что у заказчиков есть дочь и вполне вероятно, что какое-то время эта квартира будет предназначена именно для нее. Ну, а вообще и в целом, эта квартира для сдачи в аренду. Я думаю, что у многих у вас есть такие инвестиционные квартиры, которые вы хотели бы сдать в аренду. Зачем делать перепланировку? И что, собственно, не устраивает планировки от застройщика? Все очень просто. Главная проблема – это недостаток пространства. Места, чтобы вписать все необходимое в квартиру, а именно места хранения. Обязательно в прихожей большой шкаф. В спальне, разумеется, тоже. Это обязательно постирочная зона. Никто из застройщиков никогда не думает о том, где будет находиться уборочный инвентарь. А он ведь по-любому у вас будет. Следующая кухня. Кухня должна быть удобной, не обязательно большой, ведь квартира под сдачу, а значит никто там скорее всего готовить не будет. Как сейчас молодежь поступает, идет в жизнь март или другой магазин, покупает полуфабрикат, дом и разогревает, ест. Вот и все, вот и все приготовление, а значит большая кухня не нужна. Но тем не менее комната настолько маленькая, что даже маленький кухонный гарнитур не позволяет нормально поставить диван. Напротив него телевизор. И обеденный стол вообще не влазит. Сейчас буду с этим работать, показывать вам, что можно из этой квартиры сделать. Перед тем, как приступать к планировке, мы с вами должны четко понимать, с каким заказчиком мы работаем. Каков портрет потребителя, какие у него запросы. Еще раз повторю, это делается для молодых девушек, ну возможно молодых людей, которые будут снимать эту квартиру. А значит задача номер один, мы должны сделать эту квартиру такой, чтобы она отличалась от всех остальных, которые есть на рынке по сдаче недвижимости. Во-первых, она быстрее сдастся, а во-вторых, ее можно дороже сдавать. Вторая задача, которую я перед собой ставлю, когда идет речь о квартирах, сдаваемых в аренду, должно быть недорого. То есть дизайнерские решения должны быть такими, чтобы это не разорило заказчика, понимаете? А иначе все предприятие по сдаче в аренду вообще бессмысленно. Но при этом все должно быть красиво, как я это называю, вкусно выглядеть. Давайте смотреть, что получилось. Ну давай посмотрим, чем ты сможешь удивить меня. Совершенную машину смерти. Ой, ошибка. Я имел в виду меня. Искусственный интеллект. Я тоже сгенерировал квартиру для девушки. Можно посидеть и туалет рядом. Далеко ходить не надо. Мое решение весьма нетривиально и возможно вызовет у вас множество вопросов. Приглашаю вас в комментарии. Пожалуйста, пишите, спрашивайте, с удовольствием отвечу и подискутирую на эту тему. Давайте смотреть. Это кухня-гостиная, она же прихожая. Для того, чтобы разместить всю мебель, я решил сделать полную перекомпоновку. Что имеется в виду? Раньше застройщик предлагал поставить кухонный гарнитур вдоль вот этой вот стены. Соответственно, места для того, чтобы поставить маломальский диван, совершенно немного и вдоль вот этой вот стены. Получается, что напротив кухонного гарнитура встает один диван и где-то в угол телевизора. Композиционно это неправильно и некрасиво, потому что мебель должна располагаться симметрично. При этом остается достаточно большое пространство возле прихожей. А я считаю, что нужно использовать каждый дециметр свободного пространства с пользой для дела. Что делаю? Я разворачиваю кухонный гарнитур и строю его вокруг вот этой шахты вентиляции. По сути говоря, я встраиваю сюда остров, кухонный остров, на котором есть мойка и есть варочная поверхность. Хранение в этом острове обеспечено с двух сторон. Этого хранения вполне достаточно, чтобы минимальный набор посуды здесь обеспечить. А также сковородок, кастрюли и прочие кухонные утвари. Но если кому-то не хватит или покажется мало мест хранения, то есть еще один шкаф, рядом с которым располагается холодильник. Так вот, вот этот вот шкаф для холодильника и шкаф для хранения сделаны прямо под потолок. Внутри них, соответственно, встроенный холодильник, хранение дополнительно кухонное, а также микроволновка встроена, можно кофемашину встроить, да и вообще все, что захочется. Рядом с этой колонной кухонной шкаф практически на 2 метра. 2 метра шкафа туда влезет абсолютно все для одного человека, даже для двоих. Верхняя одежда, обувь, шапки и шарфы. И чтобы сэкономить расходы на ремонт, можно здесь повешать шторочку вместо дверей. Потому что обыкновенный шкаф, ну как обыкновенный, красивый, если вы будете заказывать где-то в каком-то салоне, чтобы у вас получилось красиво по-дизайнерски. Так вот, шкаф такого размера запросто может стоить 1300 или 500, в зависимости от материалов, которые вы будете применять. Не верите? Сходите и попробуйте заказать. Другое дело, когда мы вешаем шторочки вместо дверей. Шторочки будут стоить тысяч 20, может быть 30. Сами посчитайте экономию. Поэтому считаю решение отличное. По поводу того, что кухня переместилась как бы в прихожую. Но вообще-то она у нас поделилась на две зоны. Это прихожая, а вот это вот зона кухни. И когда мы готовим, находимся вот здесь. Это как раз то самое разумное использование жилого пространства, на мой взгляд. То есть, оно у нас не пропадает, при этом сохраняется кухня. Смотрите, как жизненный процесс устроен. Мы приходим с сумками, пакетами домой. Разделись. Поставили пакеты прямо здесь при входе. Не отходя с этого места, из пакетов мы раскладываем продукты. Какие-то в холодильник, какие-то, возможно, выдвижные ящики. Далее, когда мы прошли в квартиру и хотим что-то приготовить, мы выдвигаемся в эту зону и начинаем готовить. Из холодильника достали продукты, положили вот сюда на эту столешницу. Здесь что-то помыли, порезали и отправили вариться сюда. Либо, что скорее всего, отправили греться в микроволновку, которая рядом с холодильником. Поэтому основное место готовки вот это. А когда приготовили еду, мы принесли ее на стол. В моем варианте даже стол обеденный в лес. Это столешница диаметром 80 см. Рядом с ней стоит два стульчика. Запросто можно соседа позвать в гости и попить чайку на вечер грядущий. А также полноценный диван почти угловой. На нем можно развалиться вместе с ногами, любимым котиком. И смотреть телевизор, который напротив. Еще и большой. Получается, что в этом микроскопическом пространстве общей площадью 19 квадратных метров я расположил прихожую, кухню с островом. Обычно остров вообще не влазит. Мягкую зону и обеденную зону. Но не здорово ли, а? Посмотрите, как это классно. И повторюсь, что эта квартира под сдачу. А значит, мы должны чем-то удивить. Показать что-то необычное. Само расположение кухонного гарнитура – это и есть фишка дизайна. Согласитесь. Идем дальше. Спальня. В спальне стоит большая полноценная кровать на метр шестьдесят. По краям тумбочки. И, конечно же, шкаф вдоль всей стены. И здесь я применяю тот же принцип – я вешаю шторочки. Шторочки пускай будут в цвет стен, чтобы быть незаметными. А чтобы дизайн выделился и вообще стала комната дизайнерской, применяем красивое изголовье у кровати. Картины, зеркала, бра и остальной декор сделают все основное дело. А значит, мы можем в ремонт не вкладываться. Оставить стены, как есть от застройщика, пол оставить – не важно. Мы делаем ремонт максимально дешевым, максимально незаметным, чтобы он не привлекал внимания. Внимание привлекаем к деталям. Теперь к интересным решениям. Наверное, сейчас многие меня поругают, скажут – так не делается, это вообще куда годится, отвратительное решение. Хотя я считаю, это правильным в данном конкретном случае. Что я имею в виду? Стиральную машину я убираю из ванной комнаты и перемещаю ее за стенку прямо в спальню. И стиральная машина стоит прямо в шкафу за шторочкой. А рядом с ней есть хозблок. Там можно уборочный инвентарь разместить, химию для стирки, ну и все остальное. Почему я сделал именно так? А сделал я это для того, чтобы освободить пространство в ванной комнате. И получается, что в эту ванную комнату у меня влазит огромная душевая кабина, просторная. Это же кайф. Не тесниться вот так, вот как в капсуле в какой-то, а с кайфом помыться. Огромная раковина, не малюсенькая от застройщика. Огромная раковина. Где можно много всего поставить. Конечно, унитаз. И плюс ко всему сюда влазит этажерка, или тумбочка, или комодик. Очень полезный ванной. Где будет стоять много всего полезного. Фены. Ну и в общем, много всего. Вы сами знаете, что там у вас в ванной хранится. Здесь нету стиральной машины. А это значит, помещение можно сделать красивым. Как только в вашей ванне появится стиральная машина, этот технократический прибор, то вся красота пропадает. Потому что стиральная машина забирает абсолютно все внимание. Поэтому ее там быть не должно. И я убрал ее из ванной. Кто-то скажет, стиральная машина будет мешать спать. А я отвечу, стирайте днем, стирайте в то время, когда вы не спите. Понимаете? Да, возможно, это будет подороже, потому что ночью действует другой тариф, и так далее, и тому подобное. Ну, слушайте, я считаю, что несмотря на это, все равно размещение стиральной машины в спальне лучше, и пусть стирается она днем и подороже, чем вот она бы раздражала взгляд вот здесь, внутри ванны. Почему это важно? Чтобы ванна стала красивой комнатой. Потому что квартира однокомнатная, мест мало, и нужно делать как можно больше локаций красивых, где можно посидеть, получить удовольствие. Та же ванна, это то же самое помещение. Понимаете, что мы имеем возможность менять эти места расположения. И тогда квартира не надоедает никогда. Ну что ж, тут у Ивана получилось действительно круче, чем у меня. Просто мой гений еще не признан. Когда-то в будущем туалет рядом с диваном еще войдет в моду. Вот такие именно квартиры я и делаю. Поэтому, ребята, напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Обязательно поставьте лайк. Обязательно подпишитесь на канал. И всем пока. Да пребудет с вами Муза. На колокольчик нажимайте. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok